Добрый день, сейчас я прокручу комментарий к одному из предыдущих роликов. Попробуйте его поставить на стоп и прочитать. А дальше дам свои комментарии к этому комментарию. Он советует Анатолию заняться сувенирной продукцией и торговать с площадок типа ТИУРУ, это маркетплейсы, Алиэкспресс и так далее. Именно сувенирной продукцией Орловской области. Либо торговать непосредственно как-то. Ну, я знаю людей, которые занимаются сувенирной продукцией. Я знаю, что на Ленинской у нас аренда полки где-то метровые, 1300 рублей в месяц стоит. Есть сувенирный магазин, можно туда выставлять свою продукцию. Они берут за аренду полки. Также ты можешь участвовать в ярмарках. Но там тоже определенно ты платишь за место. При этом ты должен зарегистрироваться как минимум как самозанятый для участия в ярмарках. То есть здесь все не так просто. Ну, про Анатолию говорил, что с интернетом, наверное, сложно ему будет самому зарегистрироваться на какой-то площадке. Потом для этого тоже надо почтовые всякие расходы нести. Человек может просто не получить товар. Дело не совсем такое простое. Хорошо бы, конечно, если кто-то ему в этом помог именно в плане организации. Взял на себя все вот эти оформления рекламы через интернет и так далее. За процент от будущей прибыли. Дальше, значит, Назаров Илья просит рассказать меня про учебу в магистратуре. Ну, в магистратуре, ребята, это такая лазейка получить второе высшее бесплатно. То есть ты можешь учиться, как я, на юриста, получить первое высшее специалитет или бакалавриат. И пойти в магистратуру, как я пошел на педагога-психолога. У меня будет высшее образование юридическое и высшее образование педагога-психолога. И оба на бюджете. Вот. Что еще дает магистратура? В 2003 году мы присоединились к Болонской конвенции. Это что такое? Это чтобы наш диплом признавался еще в 40 странах. В том числе и в Соединенных Штатах Америки. Ну, пока там есть некоторые трудности, но в ряде стран он уже признается. И вот в Болонской системе там нет специалитета. Специалитета, когда ты учишься 5 лет. Там три ступени. Бакалавриат, магистратура и докторантура. Вот три ступени. Соответственно, если и согласно тому, что мы подписали, соответственно, да, это Болонское соглашение. С 2005 года у нас все вузы, которые выдают диплом бакалавра или магистра, должны давать приложение бесплатно на английском языке, где, во-первых, будут все пройденные предметы, для того, чтобы человек мог их зачесть, если он будет поступать еще на более высокую ступень за границей. И перечислены страны, в которых этот диплом признается. Поэтому, если я получу диплом магистра, в отличие от диплома специалиста, к нему будет бесплатное приложение, с которым я могу, в принципе, во множестве стран конкретно работать по данной специальности. Ну, я думаю, что работать, не зная языка, а имея только диплом, который признается по Болонскому соглашению, конечно, невозможно. Есть там ряд еще процедур. Но, в целом, такая возможность сейчас существует. И она активно продвигается, активно у нас идут в этом плане переговоры, то есть дополнительные соглашения оформляются. Сейчас есть проблема о переводе наших студенческих часов в зачетные часы по Болонской системе. Имеется в виду, что могли не только студенты переходить из вуза российского в вуз стран, которые входят в Болонское соглашение, но и преподаватели. Преподавали в России, стали преподавать где-нибудь в Америке. При этом ничего им доздавать не надо, никаких дополнительных документов получать не надо. Ну, кстати, где работает эта система? Эта система работает у нас в религии. Если человек из католицизма перешел в православие, то какой он сан имел в католицизме, такой же сан здесь, в России, он будет иметь в православии. Не надо ему никакие дополнительные сдавать экзамены, на кого-то переучиваться. Такая же у него будет должность, такой же сан, такая же у него будет зарплата. Здесь это работает. В системе образования пока это только становится. Ну и дальше, опять-таки, я хотел все-таки опять сделать экскурс в один из магазинов больших, показать вам, сколько у нас стоят аквариумы с тумбами. Кого очень интересует, могут написать. У меня есть два знакомых мебельщика. Они занимаются изготовлением, и занимались, во всяком случае, изготовлением тумб под аквариумы. Кто напишет в личку, дам их телефон и созвонитесь, возможно, выгодно договоритесь. То есть, они этим не занимаются на потоке, но если у них будет свободное время, я думаю, что заработать лишнюю копеечку им будет абсолютно не лишнее. Ну, а теперь мы смотрим рыбок, смотрим цены на рыбок, смотрим цены на корма, на фильтры и цены на аквариумы. Ролик впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он с тумбочкой идет, наверное. 14 279 32 540 32 340 32 340